Томсо, мне кажется, что ты уже устал, хочешь прекратить деятельность. Ты не такой активный, как раньше. Видимо, бизнес открыл и потерял интерес к YouTube. Саламу алейкум, Томсо. Чем отличается жизнь в Европе от жизни в РФ? Не в плане, что бесплатная медицина и так далее, а именно люди чем отличаются? Если, настируя это на весь мир, это была ошибка. Но это в отличие от нынешней Кадыровской Чечни, это все происходило в рамках действующего закона. Проходил суд. Томсо, почему кавказцы постоянно нуждаются в хозяине? Говорят о каком-то туране. Ходят под Турцию, чтобы ассимилироваться полным ходом. Считаю, Турция ничуть не безобиднее, чем Россия. Ну, я с этим не соглашусь. Турция для нас близкое государство. Ментально, религиозно. Поэтому она гораздо лучше России. А вот что касается Турана и прочего, здесь не знаю, не рискнув что-то предполагать. Не знаком с темой. Томсо, ты обвиняешь Кадыровых в предательстве, но мне непонятно, какой у вас, у Ичкерии, был выход воевать до последнего, до полного уничтожения народа. Мне надоело просто отвечать на этот вопрос. Поэтому я прошу прощения, что из эфира в эфир я не веду вот эти вот рассуждения. Что нужно было делать? Нужно было бороться. Не нужно было предавать. Вот что. Не нужно было делать точно так это предавать. А что нужно было делать? Ну, нужно было думать, что делать. Давайте сегодня попытаемся без каких-то политических тяжелых тем просто на лайтс пообщаться. Давайте лучше, например, обсудим какую-нибудь неполитичную тему, отдаленную, отрешенную. Скажем, допустим, роль павлиньего хвоста в дикой природе. Вы когда-нибудь обращали внимание, как павлин своим хвостом может украсить любой ландшафт, каким бы ужасным он ни был. Допустим, абсолютно безжизненную пустыню, если ты туда поставишь павлина, и он распустит свой хвост, это пустыня сразу станет красивой на фоне этого хвоста. Или, например, какая-нибудь выжженная земля, прошел пожар, говорит, лесной террасу, да, павлина выпусти, он свой хвост распускает, и сразу такой красивый вид. Давайте на такую тему. Саламу алейкум, Тумсо. Павлин, это, конечно, круто. А будет ли заметен Апти со своими штанами на фоне желтого песка? Алейкум, асалам. Я думаю, что нет. Это ведь маскировка. Не будет он заметен. Я думаю, что с нынешних пор Апти вообще не будет заметен в Чечне. Он где-то там сейчас будет на дне плавать в должности помощника главы. Это то же самое, что должность советника президента России туда обычно переводит людей, которых уже все списали. Так что с ним можно попрощаться. Саламу алейкум, Тумсо. Чем отличается жизнь в Европе от жизни в РФ? Не в плане, что бесплатная медицина и так далее, а именно люди чем отличаются? Есть ли понты, допустим, как вражки, гелик, полотные номера? Алейкум, ассалам. Я, правда, не соглашусь с тобой по поводу медицины. Она не бесплатная в Европе, далеко не бесплатная. Медицина, она платная. Просто для определенных слоев населения, которые не в состоянии платить за свою медицину, она для них как бы бесплатная. А в целом медицина платная, и она очень дорогая, в отличие от России. Допустим, если я сегодня пойду, скажем, к стоматологу, и просто за удаление, допустим, зуба я выложу где-то 150 евро. Просто чтобы мне удалили зуб. Представьте, сколько стоит там вылечить, поставить имплантанты и так далее. Это вообще огромные деньги. Допустим, поставить, я не знаю, 6, по-моему, имплантантов, обходится около 10 тысяч евро. Так что медицина, она очень дорогая. Просто здесь все устроено таким образом, что люди работающие платят страховку. За счет этой страховки как бы покрываются их нужды медицинские. И, соответственно, те слои населения, которые не в состоянии платить за свою медицину, а это в том числе и беженцы, которые приезжают сюда, они не в состоянии платить за свою медицину. Поэтому их страховка покрывается за счет налоговодельщиков. Так грамотно устроена как бы сама система. А теперь к твоему вопросу. Чем люди отличаются? Есть ли понты, допустим, как в Рашке, Гели, Бухтейн и Набира? Ну, Европа от страны к стране, она разная. И в разных странах разные люди. Где-то есть какие-то понты, где-то их нет. В Швеции их нет. В Швеции вообще нет понтов. Ты не поймешь по внешнему виду человека богат он или беден. Олигарх шведский, может, ты увидишь его там на велосипеде, в обычной какой-нибудь одежде. Не принято носить какие-то лейблы. Что имею в виду под лейблами? Это не значит, что хорошую одежду там от каких-то ведущих кутюрье ее не носят. Ее носят. Но просто бывает вот это вот выпячивание, когда вот какая-то одежда с огромными вот этими логотипами брендов. Здесь это... Ну, ты никогда здесь такого таких людей не увидишь. Шубы там всякие. Нет, не носят люди. Вообще, в целом, здесь не принято и считается неприличным выпячивание своего богатства. Здесь ты не встретишь каких-то рублевок, где там компактно проживают именно богатые люди. Короче, все в этом плане здесь очень как-то дружелюбно. Но это не значит, что в всей Европе так. Где-то иначе. Там в той же Франции, допустим, всякие брендовые шмотки и выпячивание, что ты в брендах. Это как бы круто. И вообще, в целом, там другой немножко менталитет. Там есть какие-то свои рублевки. Там есть богатые районы, бедные районы, абсолютно криминальные районы. И тихие, и чистые какие-то районы. То есть, там уже другой менталитет у людей. Турция, говорю. Франция, она вообще во многом очень похожа на Россию. Во многом. Особенно в полицейском беспределе. Они вообще друг на друга похожи. Во Франции тоже бывают такие же рейды, как и в России. Когда просто тупо на дорогу становятся полицейские. Останавливают кого хотят. Делают с ним все, что хотят. Как угодно там. Шмоняют. Обращаются с ним как с преступником. Единственное. Вроде как ничего не подбрасывают, по крайней мере. Не слышал о таком. Но в целом отношение к тебе будет очень жесткое. Самые жесткие полицейские в Германии. Как всегда говоришь, то, чего не знаешь. Ну, в Германии полицейские тоже жесткие. Не спорю. Но в Германии вот этих вот рейдов полицейских. Их, по крайней мере, не бывает. Но патрули тоже работают в целом. И могут остановить тебя. Просто выдернуть из толпы. Проверить документы. Это правда. Тоже, конечно, ведут себя жестко. Но в моем топе Франция, она более по-минтовски беспредельная. Во Франции на вокзалах ходят вооруженные легионеры. Потому что у них там какой-то режим чего-то еще с тех пор, как там у них что-то произошло. То ли взрывы, что-то, не помню. С тех пор еще какой-то режим у них работает. Ходят легионеры вооруженные до зубов. Короче, это напоминает, понимаете, вот эту российскую обыденность. В России тоже так. Там тоже рейды на дорогах. Какие-то блокпосты. В Германии этого нет. Ты не нарвешься в Германии на блокпост. А во Франции ты подъедешь вот к этому въезду на платную дорогу. И это полноценный будет блокпост, нам будут стоять полицейские и выдергивать машину, останавливать, шмонать. Тонсо, мне кажется, что ты уже устал. Хочешь прекратить деятельность? Ты не такой активный, как раньше. Видимо, бизнес открыл и потерял интерес к Ютубу. Жаль, что бизнеса не открывал, но в целом это хорошая идея. Как Ельцин, помните, уходил, назначив Путина своим преемником. Так же и я запишу к вам новогоднее обращение. Нет, как раз на завершение Рамадана. Я устал, я ухожу, а вот мой преемник и посажу сюда какого-нибудь другого человека. Бывшего Гурона не вижу. Гурон Гуронов появился. На одном из видео времен Ичхири двух парней за преступление расстреливают на площади руководить Яндальбиев. Перед этим их жестоко избивают и пытают. Оцени отличие такого шариата Ичхири от законов КРА. Насчет Яндальбиева тут не соглашусь. Я не помню, что там Яндальбиев чем-то руководил. Сами расстрелы, несколько было расстрелов. Двух парней расстреливали какого-то чувака и женщину расстреливали. И все, по-моему. Вот эти два случая я помню. Как-то оценивать это я не буду. Скажу только, что пытки, они недопустимы. Это не способ доказывания вины. И не важно, кто этим занимается. Будь то, если такое происходило в Ичхири, то это осуждается. Но оценить разницу, оценить смогу. Потому что в Ичхири те расстрелы, которые были, независимо от того, что я к этому отношусь негативно. Я считаю, что не нужно было это делать таким образом. Смертная казнь, да. Публичные расстрелы нет. Я считаю, что смертная казнь, она должна быть. Должны быть преступления, за которые людей будут наказывать именно причинением им смерти. Но вот подобным образом, выставляя это на показу какой-то стены, расстрелы, транслируя это на весь мир, это была ошибка. Но это, в отличие от нынешней Кадыровской Чечни, это все происходило в рамках действующего закона. Проходил суд. Это делалось по решению суда. Сегодня в Кадыровской Чечне казни происходят вне судебные. Никакого решения, никакого закона, ничего. Просто захотел Кадыров и казнил. Поэтому отличие, конечно, кардинальное. Субтитры создавал DimaTorzok